Войди и познай меня в духе, и я поведу тебя от славы к славе, напитаю наследием, которое научит тебя, как утолить голод и внутреннее желание знать меня в моей силе. «Я покажу тебе все это, но ты должен войти в мое присутствие и пребывать в нем до тех пор, пока я не изолью на тебя полноту твоего служения», — говорит Дух Благодати. Глава 2. Мое путешествие к познанию откровения. Уже будучи взрослым, я включился в Божий план для моей жизни. В мои детские годы рядом не было никого, кто мог бы научить меня этому. Моя мама была, как говорят, запойным, конченным алкоголиком. Она умерла от цирроза печени, едва переступив порог своего пятидесятилетия. О том, что мой отец был сыном проповедника, я узнал лишь спустя долгое время после того, как ответил на призыв к служению. Он был заблудшим сыном, который провел большую часть своей жизни в тюрьме, лишь на время выходя оттуда. Малышом я его плохо помню. Когда я достаточно повзрослел, чтобы понимать, мама рассказала мне, что выгнала его, когда мне было почти два года, потому что он сильно меня избивал. Я до сих пор помню, как прятал под кроватью свой игрушечный самолет. Мама сэкономила на продуктах немного денег, чтобы купить мне его. Когда приходил отец, я понимал, что должен спрятать свой самолетик. Он постоянно угрожал мне, говоря что-то в таком духе. Я застрелю тебя из ружья, заряженного солью. О его побоях я мало что могу вспомнить. В детстве у меня было много других временных отцов, которые приходили и уходили. О них я тоже почти ничего не знал. Иногда приходили соседи и забирали меня вместе с братом и двумя сестренками. Они буквально соскребали грязь наших лиц, сажали в машину и везли с собой в церковь. Ни для кого не было секретом, что мы росли отвергнутыми детьми. В конце концов, нас забрал к себе дедушка. За последние годы моей учебы в школе он буквально сделал из меня рабочую лошадь. Поэтому, когда я говорю «работа», то имею в виду настоящую работу. К моменту поступления на службу в военно-морской флот США я был в отличной форме. Никогда в жизни, не занимаясь специальной физической подготовкой или чем-нибудь в этом роде, я выиграл соревнования по армрестлингу на корабле, где проходил службу. Кроме того, меня попросили выступать за военно-морские силы по боксу. Вся моя физическая сила и подготовка была результатом того, что, когда я был подростком, дедушка заставлял меня работать подобно мулу. Дедушка придерживался старых спартанских взглядов в воспитании детей. Я практически ничего не знал о Божьей любви, у меня даже не было ни одной вещи, которую я мог бы назвать своей собственной. При каждом удобном случае мой дед говорил «Из тебя никогда ничего не выйдет, никогда! Ты вырастешь таким же ничтожеством, как твой отец, Роберсон!» Когда мне исполнилось шестнадцать, мой друг, он тоже был сыном проповедника, уговорил меня каждое воскресенье ходить с ним в одну пятидесятническую церковь с единственной целью – знакомиться с девушками. После церкви мы отправляли с ним выпить чего-нибудь крепкого. Дело в том, что проповеди пастора не производили никакого впечатления на моего друга, но они начали проникать в мое сердце. Однажды вечером я почувствовал такое сильное обличение, что после служения пришел домой к этому пастору. Я постучал в дверь. Когда пастор пригласил меня войти, я сказал, «Мне кажется в моей жизни что-то неправильно». «Это обличение», – ответил пастор, – «тебе нужно принять Иисуса Христа как своего личного спасителя». Затем он сказал мне опуститься на колени рядом со стулом и помог произнести молитву покаяния. «Из дома пастора я ушел с ощущением легкости и счастья. В следующий раз, гуляя с друзьями, отказался пить с ними спиртное. Однако никто из этой церкви не предпринял никаких шагов, чтобы помочь мне получить исполнение Святым Духом и сделать первые шаги на пути духовного возрастания. Так что моих благих намерений хватило лишь на две недели, и я снова вернулся к привычному компанейскому образу жизни. Я бросил школу и в возрасте семнадцати лет ушел из дома, чтобы больше никогда туда не вернуться. Именно тогда я и поступил на службу в армию. Вскоре после окончания моего пребывания в ВМС я снова вернулся к Богу в одной консервативной пятидесятнической церкви. Там я познакомился со своей будущей женой Розалией. Проповедники святости говорили, что мой небесный отец поступает со мной точно так же, как поступал земной отец, наказывает за каждую ошибку. Они учили меня жизни по закону, но я не мог этого понять. Я думал про себя. Похоже, я потерял одного отца и приобрел другого такого же. Первый год в церкви был для меня очень трудным. Но вскоре после женитьбы на Розалии я получил крещение святым духом и больше уже никогда не возвращался к безбожной жизни. У меня даже не возникало такого желания. Через несколько лет мы переехали в небольшой городок Лопайн, штат Орегон, где единственной церковью была маленькая община с еще более строгим учением. Других церквей или собраний верующих просто не было. Я нашел работу на лесопилке и начал там проповедовать. Все окружавшие меня работники жили во грехе. Но Бог дал мне силы устоять в вере. Ад предпринимал всевозможные попытки, чтобы заставить меня отвернуться от Бога. Но благодаря поддерживающей руке Господа я устоял. Время от времени в нашем городке проводились евангелизационные мероприятия. В такие дни служение посещали все семеро мужчин, что вместе со мной тянули лямку на лесопилке, ведь я, как только мог, убеждал их прийти. Достигнув 30-летнего возраста, я все продолжал жить, сохраняя в разуме образ, который сформировался внутри меня еще в детстве. Из меня ничего не выйдет, я не заслуживаю ничего, кроме наказания. «Несмотря на рождение свыше, я испытывал сильную жажду и голод по Богу и глубоко в сердце знал, что призван проповедовать Евангелие. Я не видел, как Бог может использовать меня. Я был потерявшимся в законничестве парнем из консервативной церкви. Но я всем сердцем любил Бога, и Он проявил милость к моей душе. Он послал мне видение, которое дало старт моему служению как проповедника. Нет, это был не сон, вызванный перееданием на ночь. Это произошло на самом деле. Я до сих пор не могу забыть это видение. Мы несколько раз переезжали из одного места в другое и теперь жили в небольшом городке под названием Акрайт, где я продолжал работать на местной лесопилке, и вот однажды утром я проснулся и понял, что нахожусь в Божьем присутствии. Я открыл глаза, ожидая увидеть свою родную спальню, но вместо нее увидел большой зал. На специальной площадке стояло несколько инвалидных колясок. Я сидел в третьем ряду слева от них. Помощник пастора вел поклонение. В этом служении было что-то заражающее, и каким-то образом я знал, это мое служение. Когда служение хвалы и поклонения закончилось, помощник пастора вернулся к кафедре и сказал, «Поприветствуем нашего евангелиста». Затем он посмотрел на меня, ожидая ответа. Моя Библия была открыта, если быть точным, на послании Иуды, том отрывке Писания, с которого позднее начнется наше служение. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Только я приподнялся со своего места, как помощник пастора повернулся в сторону и указал рукой на занавес. На сцену вышла женщина с белыми волосами. Было очевидно, что она исполнена Божьей любви. Подобно потоку меда, от нее исходил аромат помазания, силы Святого Духа. Он был так сладок и насыщен, что казалось, его можно разрезать ножом. Я провалился назад в кресло, не в силах поверить своим глазам, я ведь знал, что это должно быть моим служением. Женщина взяла микрофон и так восхитительно стала говорить о Божьей благодати. Затем на зал сошла Божья сила, и все люди, бывшие в инвалидных колясках, начали вставать на ноги. Пространство перед сценой заполнили люди, чтобы исповедовать Иисуса своим Спасителем. Все служение было пропитано силой и помазанием. Когда служение закончилось, все люди вдруг исчезли, в зале остались только я и эта женщина. Она пристально посмотрела на меня и сказала, «Я не знаю, почему Бог дал мне такое служение. Должно быть, кто-то из вас, мужчин, не справился с ним». Я очнулся от видения весь дрожа, разбудил Розалию и рассказал ей все, что видел. Я решил, что больше не могу жить так, как жил раньше, разрываться между призванием проповедовать и глубоким чувством собственной ничтожности. Моя душа изнывала от боли. Я сказал своей жене, «Я должен ответить на призыв к служению, погрузиться в него, удержаться на плаву или утонуть. Если нам придется есть сухой хлеб, спать под деревом или одевать наших детей в дерюгу, ты все еще останешься рядом со мной?» Розалия сказала «Да». И в то утро мы вместе решили искать Бога, чего бы нам это ни стоило. Спустя две недели я уволился с работы, чтобы посвятить все свое время служению. После увольнения с лесопилки у меня появилось столько свободного времени, что я не знал, что с ним делать. Тогда я подумал о маленькой церкви, которую мы с Розалией начали несколько месяцев назад. Хоть я и был основателем этой церкви, но попросил служителей из другого города приезжать и проповедовать у нас каждую неделю. В то время у меня еще не доставало смелости проповедовать самому. В старом здании Кегельбана, где мы проводили служение, я отделил перегородкой небольшую территорию, около четырех квадратных метров, которую раньше сдавали в наем под буфет или киоск, и превратил ее в крохотную комнату. Затем я решил в течение недели использовать это местечко в качестве своей молитвенной кельи. Почему-то я решил, что если я буду молиться такое же количество часов, какое я обычно работал, то Бог как бы оплатит мне это время, обеспечив нас всем необходимым для жизни. Я и понятия не имел о том, как будет трудно сдержать обещание молиться восемь часов в день. Утром первого дня я пришел в свою келью, закрыл дверь, опустился на колени и начал молиться на родном английском языке. О, Боже! Теперь я полное время в служении. О, Боже! Пусть наши запасы не иссякают. Не дай голодать нашим детям. Используй меня, Боже! Пожалуйста, используй меня! Я провел много времени, умоляя Бога. Я был всего лишь парнем, который был воспитан строго мучения о святости, но почти ничего не знал о вере. Я молился обо всем, что только приходило мне на ум. Молился обо всех известных мне миссионерах по всему миру. Какое-то время я даже молился о тараканах, обитавших в этой коморке, приказывая им сдохнуть во имя Иисуса, но, несмотря на все это, через пятнадцать минут у меня заканчивались темы для молитвы. Поэтому, чтобы скоротать долгие часы, которые я пообещал проводить в молитве, я переключался на иные языки. Я начинал молиться на языках не потому, что знал об их пользе. Честно говоря, я даже не знал, правильно ли это с точки зрения духовного закона. Так называемые проповедники святости говорили, что нельзя молиться на иных языках, когда вздумается. От других верующих я слышал, что можно использовать языки в качестве молитвенного языка. Я не был уверен в правильности того или иного учения. Все, что я знал, это то, что должен оставаться в этой келье, потому что уволился с работы. Таким образом, в тот первый день я начал молиться на иных языках, чтобы просто убить время. Наконец, гудок на лесопилке возвещал. Десять утра. Перерыв. Я мчался в ближайшую кофейню, съедал несколько пончиков, выпивал чашку кофе и бежал обратно в молитвенную келью. В моей голове была одна мысль. Через пятнадцать минут я должен вернуться к молитве. Именно такое время длился перерыв у работников лесопилки. Я продолжал молиться на языках. Мне казалось, что прошло уже несколько часов, но на самом деле еще даже не наступил полдень. Затем звук гудка, четко следуя расписанию рабочего дня моих друзей с лесопилки, снова вернул меня к реальности и напомнил о суровом решении, которое я сам для себя принял. Для рабочих был перерыв на обед, а мне казалось, что темнота кельи обступила меня со всех сторон. Мои бывшие коллеги по работе проводили по крайней мере четыре часа на открытом воздухе, распиливая и придавая нужную форму дереву, которое затем переправляли в разные уголки мира. При звуке гудка все брали свои обеденные тормозки, удобно устраивались на скамейках, чтобы перекусить, расслабиться и послушать анекдоты. Я знал до мелочей, что они делают, но меня не было с ними. Действительно ли я верил Богу? А если мой план провалится? У меня не было другого выбора, как только верить. Мне вспоминается одно вечернее служение в Пятидесятнической церкви, когда я с чувством опасения и в то же время радостного волнения впервые слушал откровения о крещении Святым Духом и сопровождающим это переживание даре говорения на иных языках. Всю дорогу домой, пока три наших сынишки спали в обнимку на заднем сидении Volkswagen, мы с Розалией обсуждали услышанное. Розалия получила крещение Святым Духом, будучи еще подростком. Я начал задумываться о том, что, может быть, именно это переживание станет спасительным избавлением от жизни полное разочарование и постоянного раскаяния в грехах, от которой я, как ни старался, не мог освободиться. Мне казалось, что жизни многих христиан преобразились сразу после их рождения свыше. Если это правда, то почему мне было так трудно измениться? Может ли молитвенный язык, на котором через меня будет молиться Святой Дух, быть ответом, так необходимым мне, чтобы перешагнуть через эту невидимую черту и стать настоящим победителем? С того дня прошло какое-то время. Однажды вечером я пришел домой к Розалии и мальчикам после очередного сражения с самим собой, которое закончилось поражением. Мне было достаточно прочитать разочарование на лице Розалии, чтобы остаточное влияние нескольких пропущенных и с друзьями рюмок мгновенно исчезло. Внутри поднялось сильное чувство обличения. Я оказался на грани отчаяния и жалости к самому себе. Пока Розалия укладывала детей спать, я сидел на кухне, низко повесив голову, сгорая от стыда и угрызений совести. Затем она подошла ко мне и, не говоря ни слова, взяла мои руки в свои, показывая тем самым, что она со мной в этой борьбе. После того вечера мы с Розалией стали чаще молиться вместе, и мое желание больше узнать о крещении Святым Духом продолжало расти. Мы часто говорили об этом даре. Я так жаждал действительно знать Бога, так жаждал получить ответы на свои многочисленные вопросы. Я хорошо знал стихи с послания к евреям, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Может ли молитва в Духе быть частью усердного поиска Бога? Теперь, когда я стоял на коленях в своей келье, молясь на языках, ответ на этот вопрос приобретал для меня все большую важность. Я вернулся из мира своих воспоминаний с мыслью, что я делаю в этой тесной комнате, когда по всем стандартам я должен проводить восемь часов, работая на лесопилке. Я сходил с ума, или это было началом моего настоящего путешествия в глубины Бога? Ответы на эти вопросы были еще в будущем, когда я начал свой первый день молитвы в келье, приняв решение вкладывать свое время в Бога. Я молился в Духе, а тем временем в моем разуме кружился вихрь вопросов, сомнений и беспокойства. Может ли человек намеренно войти в глубины Бога, просто если он пожелает этого? Скажу откровенно, часы в этой комнатушке были долгими-предолгими. Я молился на языках, как мне казалось, по крайней мере час, но затем смотрел на часы, о нет, прошло всего пятнадцать минут, и снова продолжал молиться. Несколько следующих месяцев я являлся в свою келью точно так же, как раньше на лесопилку. Когда гудок возвещал о начале рабочего дня, я уже стоял на коленях, готовый к молитве. День за днем время тянулось медленно, но я не сдавался. Я запомнил каждое выцветшее пятно на паласе и на стене. Я так хорошо изучил свою молитвенную келью, что даже сегодня могу взять карандаш, лист бумаги и за минуту нарисовать ее в подробных деталях. Я чувствовал себя, как в тюрьме. Из своей комнатушки я улавливал запах нагревшейся стружки, разлетающейся в стороны, когда пила разрезает ствол высокого дерева. Я представлял, как мои друзья достают принесенный с собой обед и подтягивают горячий ароматный кофе. Один день обернулся для меня настоящей пыткой. В голове роились мысли, ради чего я оставил свою работу, чего я добился с помощью этого так называемого сверхъестественного языка. В этот момент внутри поднялся мой духовный человек и напомнил Божье Слово моим колебавшимся эмоциям. Бог воздает ищущим его. Затем через мой разум, подобно вспышке, пронеслась целая вереница моих, казалось, бесконечных неудач. Меня захватили тяжелые чувства, рожденные этими воспоминаниями. О, Боже! Отчаянно взывал я, пусть это Слово будет истиной. Постепенно пришло ощущение мира, которое принесло успокоение в мой стревоженный разум. Бог не заставлял меня увольняться с работы и молиться в Духе восемь часов в день. То было мое собственное решение, принятое в момент отчаяния. Я желал приблизиться к Богу, но не знал точно, как это сделать. Читая Слово, я узнал о том, что молитвенный язык дан мне для назидания и что в молитве я могу говорить тайны духом, но не имел представления об истинном значении этих слов. Но, несмотря ни на что, я твердо решил, что если существует возможность назидать себя через молитву на языках до тех пор, пока мой разум не будет способен принять откровения о божественных тайнах, то именно этим я и займусь. Итак, я продолжал молиться, один долгий час за другим, один бесконечный день за другим. Прошло около двух месяцев. Вышло так, что одна женщина, с которой я познакомился на харизматических семинарах по изучению Библии, узнала о моем занятии. Однажды она пришла и постучала в дверь моей кельи. «Брат Робертсон», позвала она, «Я слышала, что вы молитесь все эти часы и дни». «Да, это так». «Мне хочется узнать», сказала она, «есть ли изменения?» «Вы имеете в виду изменения в моем хождении с Богом или что-то другое?» «Нет, я просто хотела узнать, есть ли вообще какие-нибудь изменения?» «Вообще-то изменения есть», ответил я. «Не откажетесь ли поделиться ими?» «Нет, я вовсе не против». «Мой язык устал, горло пересохло, да и челюсть болит». Вдруг она как-то взволнованно сказала, «Извините, мне нужно идти». Таков был конец нашего разговора. Наконец прополз еще один месяц. Уже три месяца я сидел в заперти в своей молитвенной келье. Эта женщина пришла во второй раз и постучала в дверь. «Брат Роберсон», сказала она, «Вы знаете, какую церковь я посещаю?» «Да, мадам, знаю», ответил я. «Вы знаете, что они не верят в говорение на иных языках?» «Да, знаю». «Дело в том, что в эти выходные моя церковь устраивает день свидетельств. Верующие из разных штатов приедут, чтобы поделиться тем, что Бог сделал в их жизни. Вы не хотели бы тоже прийти?» Я подумал, «Вы уж поверьте, мне хочется прийти». Я был готов использовать любую возможность, чтобы вырваться из этого заточения. Мы договорились встретиться в церкви. Я примчался домой, переоделся и немедля отправился к дому, где проходило это собрание. Все же я опоздал к началу и не мог видеть, что сидевшая рядом со мной пожилая женщина пришла сюда на костылях, а затем кто-то просто поставил их в ближайший угол. Я и понятия не имел о том, что она страдала хромотой. Я сидел внутри ощущалось радостное волнение. Три месяца я провел в заточении в молитвенной келье, и вот теперь я оказался не только в окружении людей, но и мог услышать живую, настоящую проповедь из уст реального живого человека. Я не мог дождаться ее начала. Наконец вперед вышел человек, держа в руках целую кипу записей. Если из этих листков сделать один свиток, то его можно было бы развернуть от одной до другой стены здания. Он начал проповедь и через несколько минут уже делился новым пониманием того, что значит не быть исполненным Святого Духа. Глухим, монотонным голосом, используя тщательно подобранные фразы, он читал поучительную проповедь об Иисусе, величайшем небесном посреднике, бушующем море человеческой жизни и о всемогущем Боге. Я сидел на стуле и думал, куда я попал? Это какой-то кошмар, вернусь-ка я лучше в свою молитвенную келью. Мои мысли блуждали, то, возвращаясь к происходящему в зале, то, снова покидая его, я не знал, куда себя деть. Чтобы хоть как-то развлечься, я начал слегка встряхивать свою чашку с кофе и наблюдать за кругами, расходящимися по поверхности жидкости. Маясь от скуки, я повернул голову в сторону сидящей рядом женщины. Я не подозревал, что что-то может произойти. Я не чувствовал помазания. Я вообще ничего не чувствовал. Но когда я посмотрел на эту женщину, то внезапно увидел нечто висящее в воздухе между ней и мной, похожее на рентгеновский снимок тазобедренного сустава. Вместе соединения костей виднелось какое-то темное пятно, которое растекалось на 8-10 сантиметров вниз по ноге. От удивления я чуть не выронил чашку с кофе. Я поморгал глазами, но картина осталась на прежнем месте. Затем я посмотрел по сторонам, видит ли кто-нибудь еще то, что я вижу. Было очевидно, что никто ничего не видит. Я сидел, глядя на этот рентгеновский снимок и молился. О, Боже, что это такое? Ты хочешь, чтобы я помолился за эту женщину? Что же ты хочешь, чтобы я сделал? Но Бог молчал. Позднее, когда я делился этим свидетельством на одном служении, то услышал голос Господа, говоривший моему духу, сынок, хочешь узнать, почему я не отвечал тебе в этот день? Почему я позволил тебе поступить, как ты посчитал нужным и помешать проповеди? Потому что если я сам не слушал его учения, то зачем мне было заставлять тебя слушать? Эти слова сами по себе были откровениями. Итак, я наклонился к этой пожилой женщине и сказал, «Мадам, у вас проблемы с бедром». Она повернулась ко мне и долго изучала меня глазами. Вдруг из моего духа буквально выпрыгнуло слово артрит. Я тут же выпалил. «У вас артрит правого тазобедренного сустава». Она обвела меня еще одним долгим взглядом и затем сказала, «Так говорят мне врачи, молодой человек». «Слава Богу!» воскликнул я. «Прошу прощения», удивилась женщина. «О, я имел в виду, что Бог хочет вас исцелить, мадам, могу я помолиться за вас?» Пожилая женщина продолжала изучать меня глазами. Вспомните, что эта церковь не верила в говорение на иных языках, поэтому для пожилой женщины моя просьба означала, что в какой-то момент в течение дня я склоню голову и вспомню о ней в молитве. Но для меня молитва означала нечто другое, ведь я был прыгающим, скачущим, кричащим и восклицающим пятидесятником. Я верил, что чем громче я кричу, тем больше силы производит моя молитва». Наконец, женщина ответила, «Да, вы можете за меня помолиться». Как только она это сказала, я соскочил со стула, встал перед ней на колени, схватил руками обе ее лодыжки и потянул к себе. А тем временем красноречивый оратор продолжал свою речь. Затем я посмотрел на ее ноги и испугался. «О, нет, одна нога была на пятнадцать сантиметров, короче другой? О, это ужасно», подумал я, «я никогда не видел чудо, какое нужно этой женщине. Мне было так страшно, что я закрыл глаза и закричал во имя Иисуса и, прилагая все старание, начал молиться усиленной, горячей и настойчивой молитвой в лучших традициях пятидесятнического учения». Свидетели происшедшего рассказывали мне позднее, что при первом упоминании могущественного имени в ноге, которая была короче, раздался треск, затем она внезапно начала расти, пока не сравнялась со второй ногой. Женщина была моментально и полностью исцелена, но я ведь не знал этого. Мои глаза все еще были закрыты, и я изо всех сил молился. В своем рвении я почти стащил ее со стула на пол, прежде чем люди смогли оторвать меня от ее лодыжек. Но Бог не нуждался в моей помощи. Он вытянул эту ногу так, что я даже не заметил. Когда я в конце концов открыл глаза и увидел чудо, то был шокирован не менее всех окружающих. В момент, когда я начал молиться, проповедник схватил за рукав своего помощника и прошептал ему «иди к этому парню и останови этот беспорядок». На самом деле я не виню его, ведь своей громкой молитвой я испортил его проповедь. Помощник пастора начал двигаться по направлению к месту, откуда доносился шум, и, по словам очевидцев, пробрался к нам именно в тот момент, когда произошло чудо. Только он собрался схватить меня, как вдруг увидел, что короткая нога женщины выросла на 15 см. И вместо того, чтобы прекратить беспорядок, он застыл в изумлении. Никогда раньше он не видел чуда, он даже не говорил на языках. Когда дело касалось сверхъестественного, этот человек отказывался чему-либо верить. Поэтому, став свидетелем чуда, он потерял дар речи. Представьте себе, как точно Бог все рассчитал. Затем красноречивый оратор все же закончил свою проповедь вопросом, какую последовательность событий вы можете привести в качестве самого яркого свидетельства, которое можно отнести к проявлению Божьего фактора в вашей жизни. Пока все остальные пытались понять, что бы это значило, помощник пастора ответил на вопрос, указывая на исцеленную женщину и крича, брызгая от волнения слюной, здесь, сюда. Исцеление этой пожилой женщины, несомненно, было самым ярким событием в его жизни. После служения проповедник подошел к этой женщине и попытался ее убедить. «Мадам, Бог не творит чудеса в наши дни». Но она сказала в ответ «Хотите пари, сынок, хотите пари?» Затем она взяла свои костыли и стала ходить по залу. Она размахивала ими взад-вперед, заставляя людей отступить в сторону, чтобы продемонстрировать, как хорошо работала ее исцеленная нога. После домашнего служения все собрание отправилось на особый банкет в церковное здание, но меня почему-то не пригласили. Я догадываюсь по какой причине. Но Богу и не нужно было мое присутствие там для осуществления его целей. На банкет пошла эта пожилая женщина. Эта маленькая женщина выбежала вперед и поделилась своим свидетельством прямо на банкете, прежде чем ее успели остановить. Закончив рассказ, она крикнула во весь голос. «То, что Бог сделал для меня, Он может сделать для вас». Зал начал восклицать от восторга. Спустя некоторое время одна женщина, присутствовавшая на банкете, разыскала эту пожилую женщину. Случилось так, что она попала в автомобильную катастрофу и теперь не могла наклоняться. «Вы думаете, Бог может меня исцелить?» спросила она. Пожилая леди ответила, «Я думаю, может. Давайте позовем человека, что молился за меня». К тому часу я уже пришел домой, переоделся и работал во дворе. Зазвонил телефон. То была пожилая женщина, получившая чудесное исцеление. Она объяснила мне, в каком положении была ее собеседница и спросила, могут ли они прийти, чтобы я помолился. Я собирался сказать, «Приводите ее и всех других желающих, если таковые найдутся». Я все еще находился под влиянием Святого Духа, но вдруг очень громко услышал внутри голос Святого Духа, отправляйся в главный зал церкви. Поэтому я сказал женщине, «Встретимся с вами у церкви». На противоположном конце провода воцарилась тишина. После довольно продолжительной паузы я услышал, как две женщины переговаривались между собой шепотом. Затем пожилая леди сказала, «Хорошо, мы будем ждать вас у входа в церковь». Когда я прибыл на место встречи, эти две женщины подошли и пригласили меня пройти с ними в одно из двух подвальных помещений здания, чтобы никто нас не увидел. Но я продолжал настаивать на том, что Святой Дух говорил моему духу, главный зал, мы должны пойти в главный зал. Наконец женщины уступили и провели меня в главный зал, где все еще небольшими кружками стояли и общались люди. Я стоял, глядя на этих людей и совершенно не знал, что делать. Я послушался Святого Духа и оказался здесь. Вдруг помощник пастора, ставший свидетелем чуда, сказал, мне кажется, этот человек хочет что-то сказать. Я подумал, хочу ли я что-то сказать? Никогда раньше мне не доводилось проповедовать. Я до смерти испугался. Все взоры были обращены на меня. Я начал неуверенно делиться тем, что произошло с пожилой женщиной. Совершенно неожиданно на меня сошел Святой Дух, и я почувствовал благоговейный трепет от сильного присутствия Бога. В тот момент Бог наделил меня даром веры, хотя тогда я не понял этого, и я услышал себя проповедующим так хорошо, что это не мог быть на самом деле я. Я не был столь умен. Затем все еще, будучи исполнен духа веры, я заметил одного молодого парня. Я пошел по направлению к нему, как вдруг его плечо стало прозрачным, как рентгеновский снимок, и в духе я увидел плечевой сустав и причину его болезни. Этот молодой человек едва мог поднимать руку. Я сказал ему, твое плечо будет исцелено, но чем ближе я подходил к нему, тем более напуганным он выглядел. Его глаза округлились, и он старался отодвинуться от меня как можно дальше, но это ему не удалось. Я подбежал к нему и схватил за руку, затем произнес во имя Иисуса и сильно дернул его руку вверх. Молодой человек вскрикнул, но затем посмотрел на меня с удивлением и сказал, что? Мне не больно? Конечно же не больно, ответил я. Во мне действовал дар веры. Я мыслил Божьими мыслями, я был движим верой Бога, который заставил работать это поврежденное плечо. Поздним вечером того же дня, когда дар веры уже прекратил свое действие, я лежал в постели и думал, Роберсон, ты глупец, а если бы сломал этому человеку руку? Тогда я еще не знал, что во время действия дара веры, человек думает так, как думает Бог и может делать некоторые вещи, не имеющие никакого смысла с естественной точки зрения. Затем ко мне подбежала женщина, которая не могла сгибать спину. Я был еще наполнен той сверхъестественной верой и положил руку ей на шею и заставил наклониться вперед так, что ее руки коснулись пальцы в ног. Она была мгновенно исцелена Божьей силой. Чудеса продолжались. В конце концов меня со всех сторон обступили старейшины церкви и потребовали «Мы вынуждены это остановить! Этот человек превращает собрание в какую-то чехарду! Мы не потерпим здесь подобного безобразия!» Но прежде чем они успели что-либо сделать, я прокричал «Кто хочет получить то, что есть у меня?» Незамедлительно вся стали говорить на иных языках и падать под действием Божьей силы. Взрослые не могли понять, что происходит. Они подбегали к лежащей на полу молодежи, слушали пульсы и испуганно спрашивали «С тобой все в порядке?» Большинство из этих молодых людей по сегодняшний день служат Богу, некоторые из них окончили библейскую школу. Старейшины были обескуражены происходящим. По всему залу люди говорили на иных языках. Пока они пытались взять ситуацию под контроль, я ускользнул через боковую дверь. Я так глубоко погрузился в дух, что даже не знал, где нахожусь. Я едва передвигал ноги. Сделав несколько шатающихся шагов по боковой дорожке, я обнаружил столб, поддерживающий здание церкви. Облокотившись на него, я заплакал, как ребенок. Бог только что использовал меня. Из-за давления негативного прошлого мой разум даже не мог мечтать о том, что Бог Вселенной, Тот, о Ком проповедники святости говорили как о наказывающем Боге, пожелает находиться со мной в одном месте и сотворит через меня чудо. Просто не могу описать, что я чувствовал в тот день. Видите ли, я знал свои недостатки. Я знал, кто я есть на самом деле. Подумать, что Бог будет использовать меня и утверждать через меня Его Царство на этой земле, лежало за пределами моего воображения. Зачем ему использовать такого человека, как я? Все время, начиная со дня рождения свыше и исполнения Святым Духом, я знал о Божьем призвании на моей жизни. Я всегда жаждал знать Бога в Его силе, но не было человека, ни одного, кто рассказал бы мне, как войти в сферу Божьей силы. Мне могли дать лишь общее туманное сведение, не способное утолить эту сильную жажду. Я стоял, опираясь на этот столб, как вдруг ощутил поток пророчества и получил откровение, которое так долго искал. Тогда у меня не было достаточно опыта, чтобы высказать слух то, что слышал мой Дух. Святой Дух сказал мне, сынок, помазание не сошло на тебя случайно, оно было предопределено именно для этого собрания, еще до основания мира. Оно также не сошло на тебя из уважения к твоему призванию евангелиста. Я желаю, чтобы все мои евангелисты ходили в моей силе. Это помазание сошло на тебя не благодаря твоему призванию, убеждениям, цвету кожи или национальности. Оно сошло, потому что ты открыл для себя духовный закон. Молитва на иных языках служит к личному назиданию. Этот закон дает стопроцентную гарантию того, что ты будешь укреплен святейшей вере в твоем духе, в той части твоего существа, откуда приходит вера. Ты обнаружил то, что можешь делать в целях личного назидания. Ты можешь делать это сколько захочешь и когда захочешь. Через молитву в Святом Духе ты можешь подняться над жизнью, в которой физические ощущения контролируют тебя и убеждают тебя в бессилии Божьего Слова и испытать живую, наполненную Духом и свободную в Святом Духе жизнь. После такой долгой жажды и поиска Божьей силы, я случайно обнаружил один из важнейших ключей к возрастанию веры, способный изгонять дьявола и двигать горы, молитву на иных языках для личного назидания. Вы думаете, что после того, как я нашел этот ключ, открывающий двери к пониманию божественных тайн, нашелся бы человек, способный выдворить меня из моей молитвенной кельи ни за что на свете. Мне предстояло раскрыть божественный план для своей жизни. Субтитры